Была гофре, сверху вот те косички 6, которые вы видели, распустила, видите, второй день уже, как лёвушка. Ну что, давайте, наверное, будем ответы на вопросы, вы можете задавать их внизу, вот здесь вот, показывая сиськи. Ой, сиськи, давайте покажу, чё, я уже готова их показывать каждый день, вообще просто красота, мне очень нравится. Конечно, у меня отёк ещё вот тут очень сильный, мне, кстати, сейчас сильно много пишут, что, типа, они выглядят искусственно, кукольно, типа, неестественно, а на самом деле их только-только сделали, логично, да, что ещё организм сопротивляется, ещё вот здесь огромная отёчность, то есть вот этот отёк уйдёт, ещё довольно-таки немало, и будет такая, она приспустится, и будет более-менее естественный вид. Вот так. Так, давайте, вот вижу вопросы, буду отвечать. А есть ли в моём окружении психологи очень хорошие? В моём окружении, во-первых, моя подруга Вика, у которой я вчера была в гостях, она действительно просто офигенная. Я с ней не могу работать как с психологом, потому что она лучшая подруга, мы с ней 7 лет знакомы, и просто получится не то. Ну, вот, ну, в целом она тоже часто, как бы, мы с ней общаемся, советую с ней, но я знаю, что она прям суперпрофессиональна. Плюс я работала с Инной, кто помнит Министерство успеха, вот что касается каких-то токсичных отношений, буза, чего угодно, вот в таком плане это точно к ней. Так, смотря какой запрос, да, если там психосоматика, то я с Эдгардом очень любила работать, Эдгард Зайцев и хороший Раевский Дмитрий тоже вам о нём рассказывал, ну, то есть, как бы, в зависимости от запроса. Чувствую ли я боль? А сейчас нет, если напрягать грудь. В целом уже мне очень комфортно, то есть сейчас, мне кажется, ещё даже 2 недели после операции не прошло, но уже почти как свои. Мне уже комфортно, я уже почти всё могу делать. Единственное, что запрещено поднимать что-то тяжелее 5 килограмм. Можно ли будет, я поняла, короче, будет, наверное, очень много вопросов о пластике. Да, кормить можно, потому что мне импланты ставили под мышцу, то есть не задевали мне абсолютно молочные железы, мне сделали потяжку только кожу, и поскольку имплант стоит под мышцей, я смогу кормить. Единственное, что, наверное, грудь будет увеличиваться. Когда можно будет ходить без компрессионного белья? Полтора месяца надо, 6 недель ходить после операции. Ну, то есть ещё недель, 4,5-5. Больно ли было? Вы знаете, на самом деле больно было, жутко. Я вообще не ожидала такого боли. То есть, конечно, я предполагала, что будет пипец как больно, но не настолько. И у меня вообще забавно, что когда мы договаривались об операции, ну, типа имплант, я попросила 350-400 миллилитров, типа 3-3,5 размер. Ну, и потяжка нужна была, потому что грудь в моём телеграм-канале, вы сами видели состояние, как бы другого варианта даже не было. И потом меня привозят после операции, завозят в мою, собственно, палату, и там стоит Наташа, а я как бы лежу, вот такой вот просто овощ после наркоза. Да, но я всё понимаю уже, то есть я была в рассудке, просто я была в ахуе, честно говоря. Вот, и Наташа говорит. Привет, сейчас 14.51, тебя увезли в 10, операция длилась 4,5 часа вместо двух. Я просто лежу такая, вот такие, может, видели видео у меня в телеграм-канале, у меня такие глаза. Потом она дальше говорит, у тебя была большая симметрия, тебе не могли подобрать имплант и перемерили 7. Я просто лежу с такими глазами, я просто представляю, да, как мне всовывали-всовывали 7 имплантов. И после этого ещё говорит, ну и решили сделать 450, потому что, типа, очень растянутая кожа, как бы вот тебе больше всего это подходило. Я лежу, вижу, просто так после наркоза, вижу перед собой две огромные горы, ну, естественно, они распухли сразу же после операции и понимают всё это. Я просто лежу в ахуе от боли и от этой информации. И первые два дня реально вот единственная мысль в голове это, нахрена я это сделала, зачем и так всё было хорошо, всё зря, страшно, что они будут слишком большие, что что-то не так. И нереально больно, просто нереальная боль, ничем неописуемо вообще с родами, даже рядышком несравнимо. Ну, жёстко было, жёстко, потом через, там уже на третий день начало становится полегче. И сейчас я вообще уже, уже всё хорошо. Оно того стоило сейчас, вот сейчас такие мысли в голове. Почему именно в Турции? Потому что, я тоже об этом рассказывала, во-первых, там действительно, что семь, что семь? Семь. Господи, людям лишь бы что-то придраться. Почему именно в Турции? Потому что, во-первых, там действительно дёшево. То есть, если у нас в Украине странные профессионалы, там, шесть тысяч евро и больше, да, от пяти, то там это три с половиной, причём за потяжку и за имплант. Это, во-первых. Во-вторых, там это действительно на таком потоке стоит. То есть, там просто операция за операцией, там уже у хирургов рука набита так, ну, просто. И при этом врачи там учатся именно на пластического хирурга 12 лет. То есть, шесть лет медицинского, ещё шесть лет именно на пластического хирурга. Вы представляете, да, насколько профессиональные люди. Поэтому я смотрела работу, я, во-первых, доверила Женечке тоже. И для меня даже не стояло вопросов точно там. Удобно ли теперь с такой большой грудью? Она будет чуть-чуть поменьше. Пока что мне вообще ничего неудобно, потому что я ещё не могу вот руки вот выше, чем вот так поднимать. Вот, ну, как бы выше не подниму сильно. И нельзя. Короче, люди что-то странное. Вообще, абсолютно. Так. Что, что, что? Ваш мужчина уже заценил мою новую грудь? Все мои мужчины в моём окружении уже заценили мою новую грудь. А моего мужчина, мужчины в плане партнёра и спутника у меня ещё нет. И потом как-нибудь. Как отнеслись родители к увеличению груди? Мои родители, в принципе, знают, что я взрослый, независимый уже человек. Сама принимаю решения. Поэтому они просто... Ну, как бы мама, в принципе, видела так состояние и сказала, ну, как бы, ну, да, если тебе некомфортно, наверное, как бы, ну, не сделай слишком большую, да, вот её такое было переживали. А так, в целом, они всегда меня во всём поддерживают и знают, что моя жизнь, мои выборы. Я им за это очень сильно благодарна. У меня прекрасные родители. С чем связаны срывы в еде? Почему происходит? Я сейчас, знаете, не очень люблю откровенничать из состояния. Я обычно люблю пережить какой-то трэш, какой-то опыт, а потом уже, прожив его, делиться опытом, как бы, что я через это прошла. Поэтому мне сейчас тяжеловато ещё об этом говорить. У меня очень сильное расстройство пищевого поведения. Мы с психологом сейчас в терапии над этим работали, работаем. И с того, к чему мы пришли, это расстройство у меня было всегда из самого детства. Это просто оно долго было, так скажем, законсервированным, да. Во-первых, из-за большого количества ограничений, из-за каких-то страхов. У меня, я всегда боялась там, что я там с Димой, не дай бог, я поправлюсь, я ему перестану нравиться. И у меня абсолютно другое ощущение, ну, как бы, отношение к телу. То есть мне кажется, что лишний вес – это прям фу-фу-фу. Это значит, ты некрасивая, ужасная, страшная, тебя невозможно любить. То есть, ну, есть такие, да, перегибы нездоровые в психоэмоциональном состоянии. И после травмы, которая случилась в октябре, у меня это все вот просто так, типа, знаете, вскрылся этот вот гнойник. И все мои старые вот эти моменты, они прям повылазили. И как бы сейчас есть то, что есть. Поэтому мне сейчас надо сначала проработать, да, проработать моменты именно расстройства. А потом уже заниматься и конкретно питанием. Ну, и спорт мне пока что полтора-два месяца не показан. Очень много вопросов о Диме и детках. Детки периодически спрашивают. Вообще, я то, что вижу по детям, то, что моя большая аборта, что ему очень хочется, им очень нужен мужчина в жизни, да. Потому что, как бы, у нас, у меня две дочки, да, Дэвид вообще один мужчина, как бы, в принципе, до меня. Они тоже все же девочки, там, в уборщице ходит девочка. Ну, то есть, как бы, все девочки вокруг, мужчин мало, естественно. Я не всех мужчин, с которыми общаюсь, приближаю к детям, потому что это неправильно. Вот, и им прям это очень важно. Они сейчас очень полюбили Андрея, прям кайфуют. Лола вообще все его внимание забирает. И, ну, короче говоря, мужчины им важны. А про Диму последний раз спрашивали, Лола спрашивала, ну, наверное, месяц назад, может, раньше. И Дэвид просто Лоле каждый раз отвечает, что папа умер, как бы, папы нет, папа умер. А так вот в Дубае были вот те разговоры такие прям серьезные. Но в целом они уже, Дэвид понимает, Дэвид уже осознал, как бы, для него это просто факт, что папы больше нет, папа умер, да. И он как-то уже принял это, Лола не может осознать силу возраста, но в целом уже тоже, наверное, привыкла. Вот так. Буду ли я делать ринопластику? Честно, всегда мечтала. У меня сейчас, видите, какой этот контур жесткий, я чуть-чуть перестаралась. Но я не исключаю, но пока не знаю, пока не делаю, видите. Мне предлагали, что можно совместить две операции одновременно, но я пока остановилась только на груди. Вот. А я вообще, знаете как, все изменения себя, я об этом тоже писала, очень важно, кто такой Андрей. Андрей – это мой очень близкий человек, прекрасный, замечательный мужчина. Вот. Я считаю искренне, и всем хочу это донести, что все изменения, которые вы хотите с собой проделать, лучше делать не от боли, лучше делать от принятия, да. То есть вот то, что я покрасила волосы фиолетовые, простите, это был пиздец. Я просто сейчас смотрю на эти фиолетовые волосы и понимаю, я же обрезала еще 20 сантиметров, помимо того, что я покрасила. И смотрю, у меня были прекрасные, натуральные, красивые, длинные волосы, я зачем-то, я просто вот так вот шибанула. Я даже сейчас пытаюсь проанализировать, что это было. Я думаю, господи, у меня умер муж две недели, и я пошла красить волосы фиолетовые. То есть что у меня там вообще в голове шибануло? А я даже не знаю, что мне шибануло. Но на тот момент я, знаете, в таком состоянии каком-то находилась, ну не в адеквате, реально не в адеквате. И мне, когда тебе плохо, и ты такой где-то вообще в прострации, не понимаешь, типа, что делать, куда бежать, ну как-то такое решение было, это было неправильно, так нельзя. То есть нельзя от боли, типа, идти что-то в себе менять. Вот когда ты уже глубоко принимаешь, да, вот со своей грудью я уже пожила. И сейчас мне это было больше не от боли, а от реального осознания, что мне уже некомфортно. Что мне некомфортно в сексе с партнером новым, допустим, да, что мне некомфортно постоянно подбирать себе какую-то одежду специальную. Ну эти блинтопы в зал, где-то лишний раз наклонюсь, ну там, блин, вытекло. Ну это просто некомфортно физически. Я уже вот это принять, я уже приняла, что мне с этим жить некомфортно, что я хочу это поменять. Но вот когда, знаете, когда ты в состоянии, когда тебе всё в себе не нравится, вот у меня сейчас состояние, где я вообще выбилась из своей привычной зоны комфорта, да, где я с лишними килограммами, которые для меня, ну неприемлемы. Знаете, у каждого, я об этом, кстати, пост написала, скоро выложу. У каждого человека абсолютно, абсолютно у каждого есть свой внутренний образ себя. Каждый из нас с вами знает внутри, представляет себя как-то, как он хочет выглядеть и как ему комфортно, да. То есть кто-то, ну как я себя вижу, например, вот своих вот этих там 52-54 килограмма, стройная, с красивой попой, с длинными ресницами и с длинными волосами. Я такой привыкла быть, и мне в этом хорошо. Когда я не в этом, я как бы выбилась, я такая, я хочу назад, то есть мне плохо. И вот из этих состояний, где вы не там, где вы себя ощущаете комфортно, лучше в себе что-то не менять. Сначала вернуть себя в это состояние каким-то, ну, да, мне сейчас нужно вернуться в мой вес, а потом уже смотреть на своё лицо, действительно ли я хочу трогать свой нос там или ещё что угодно. Поэтому я сейчас такие решения не хочу принимать. Грудь была действительно очень взвешенным решением. Скучаю ли я по Диме? Скучаю. Без косметики морда не такая. Морда у вас. У меня прекрасная, красивая личика и пухленькие щёчки от лишних 10 килограмм. Вот. По Диме скучаю. Периодически ещё плачу. Периодически мне больно и плохо. Я это всё не показываю постоянно. Как бы, да, вы видели, что я... Да, мне периодически больно. Оно будет... Я не знаю, мне кажется, это будет всю жизнь со мной. Это периодически будет накрывать. Периодически буду что-то вспоминать. Я вот ездила же в универ забирать диплом. И вот я плакала после этого. Я это не снимала. Но в этот универ я до этого ездила только с Димой. То есть я там не была одна, да. И для меня у меня в голове вот этот диссонанс, что я раньше здесь была только с Димой. А теперь я приехала сюда одна, как бы, да, Димы нет. И вот этот вот внутренний отказ, сразу штора и сразу боль. И вот оно так, как бы, так и живёшь. Просто, знаешь, уже, знаете, смиряешься с болью, привыкаешь к ней. И просто живёшь, кайфуешь. Но периодически оно всплывает. Никуда не денешься. Я с этим человеком была слишком долго, чтобы не скучать, да. Как моего ресурса хватает на всех, только где вокруг, и я каждому с любовью. Знаете, мы очень сильно, мы обладаем, точнее, да, большим количеством ресурса, когда мы с теми и там, где нам хорошо. То есть вот когда мы занимаемся делами, которые нам приносят удовольствие, когда нас окружают люди, с которыми нам хорошо, с которыми нам комфортно, с которыми нам интересно, которые наполняют нас энергией, это всё такой огромный взаимообмен. То есть, да, то, что касается деток, ну, конечно, я много ресурсов трачу, но я очень много получаю. Просто видели сегодня оливку в сторис? Боже, это маленький этот миньончик бегающий, который уже начала говорить. Так забавно, она уже почти всё говорит. И ты просто на неё смотришь, вот эта внутренняя радость такая потрясающая. Ты знаете, такие мелочи, и они уже очень сильно наполняют. И так же и мои все близкие люди, да, там Андрей, не знаю, Вика, Дина, ну, кто угодно из моего окружения, это люди, с которыми мне внутри очень хорошо, и я готова. Когда я люблю людей, вот этих всех людей я люблю, реально люблю. И когда я люблю, я готова отдавать. Я, в принципе, человек очень много отдающий. И ещё один момент, который я также хотела рассказать. Очень много сейчас идёт такая пропаганда, знаете, о токсичности. Токсичные люди, от них надо избавляться, надо вообще как можно больше от себя отдалять от токсичных людей. Я для себя, я тоже в какой-то момент на эту стезю перешла, и потом поняла, что должна быть всё-таки небольшая такая баланс, скажем так. Потому что, по большому счёту, не нужно бояться отдавать. Потому что мы, давая что-то людям, мы получаем взамен. Ну, если человек, да, не совсем какой-то... То есть, в принципе, действительно, реально есть токсичные люди, реально, которые там жалуются, ноют, обвиняют, обижаются. Ну, то есть, вот такие, да, которым всё не нравится. Эта токсичность, с такими общаться сложно. Можно просто выстраивать какую-то грань, да, какое-то адекватное общение. Но, тем не менее, вот полностью отдалять от себя людей. Просто посмотреть с другой стороны. Как будто я могу дать этим людям, да, и они мне отдадут взамен. Может быть, я могу им помочь. Может быть, я могу раскрыться. Может быть, я... Во мне достаточно для того, чтобы дать. И, как бы, а благодарность, да, это такой взаимообмен всё равно будет. Мне нравится этот вопрос. Занимаешься любовью с Андреем? А не скажу. А вот возьму и не скажу. А вы там догадываете себе. Так. А зачем ты сделала грудь? А зачем я рассказала полностью себя на телеграм-канале? Ну, могу, в принципе, и здесь повторить. Зачем я её сделала, да? И почему я поменяла своё мнение? В принципе, я этого ещё не рассказывала вот так прямо. Сделала. Потому что я, на самом деле, я всегда... У меня были вопросы к тому, что грудь выглядит, ну, не так, как на экранах ТВ, да. И у меня она в целом в 13 лет у меня была мастопатия. У меня очень быстро выросла грудь из-за того, что были увеличены молочные железы. И потом, когда мы... То есть у меня с 12 до 13 лет грудь резко стала третьего такого большого размера. Потом болезнь ушла, молочные железы стали нормальными. А природой такая грудь большая не была предусмотрена. И она просто опустилась, знаете, такая стала как тряпочки. Даже без лишнего жирка. При том, что я ещё стройная всегда была. Ещё мне при этом были втянуты соски. И мы даже, когда с Димой начали встречаться, мне было очень неловко. Знаете, такие тряпочки, типа ещё соски. Дима потом мне уже позже признался, что он даже первый раз испугался, что у меня как будто сосков нет. Потому что это такая была дырка вместо соска. А потом уже после первого окормления это исправилось. Но потом я просто жила в отношениях, где мне было перманентно хорошо. У меня очень много паттернов было. И был паттерн заслуживания любви и отражения. То есть мне необходимо было отражение. И я отражалась в партнёре. Я отражалась в Диме. То есть Дима считает меня красивой, стройной, сексуальной. И я себя такой считаю, если он меня такой считает. Понимаете, как это работало у меня? У меня чуть-чуть подруга. Ну, здоровенькая я была. Кукуха была не в порядке немножечко. Вот. И, ну, как бы он меня любил, да? То есть всё было хорошо. У меня была полноценная семья. Я была счастлива. У меня был любимый муж, который меня любит. Я люблю. У нас был охрененный секс. У нас были прекрасные дети. Семья. Мы развивались. И всё чудесно. Как бы, ну, и не было вот этого внутреннего необходимости в себе что-то менять. Я всегда, знаете, как мысляла. Думаю, ну, типа, окей. У меня всё есть. Типа, ну, что со мной? Типа, что изменится, если я изменю себе грудь? Типа, что качественно станет лучше в моей жизни? В принципе, ничего. У меня и так норм. И плюс ещё много кормила. Грудь была налитая, красивая. И я как бы, ну, и нормально мне было. Я действительно считала, что мне не надо менять грудь. Вот, а потом не стало Димы. Набрался лишний вес. У меня вообще случилось полное непринятие себя. Когда я себе не нравлюсь. И вот в этом состоянии дискомфорта ты просто больше себя ощущаешь. Я понимаю, что мне уже просто, ну, некомфортно мне. Мне хочется нормальную, упругую грудь. Мне надоело, что я не могу надеть там половину одежды, которую я бы хотела. С меня постоянно приходится искать бюсты. Даже бюсты, которые с пушапом нахожу, она всё равно лишняя. Вот так наклонилась. А Сисия такая тынь и утекла. И нету Сисюши. Или вывалилась. А вообще не прикольно. Знаете, когда в море ныряешь в купальнике, а купальником и так всё так вот так вот обтянуло, что там не дай бог ничего. И потом выныриваешь и такая тадам на весь Дубай. Тоже такая ситуация, честно говоря. Вот. Ну, ещё же оно не просто там тадам, когда оно красиво. А там, знаете, такая сосок так полуторчит какой-то. Ну, то есть мятый такой. Ну, так себе. И в сексе тоже, блин, сверху с Исюшами по подбородочку. Ну, такая себе. Ну, неприятно. На бочку лежишь, тебя мужчина хочет за грудь потрогать. Такой хоп рукой. А тут Сисюши нет. Вот эта Сисюша здесь. А вот эта Сисюша, она там где-то под мышкой лежит. Понимаете? Ну, просто уже понимаешь, что тебе в этом некомфортно. И потом как-то вот мне один раз закинули мысль для знакомая. Ну, говорит, что вот, посмотри, какая у меня красивая грудь. Потом Женя поделила, что я летит. И я такая думаю, блин, ну, фиг ли, что я себя отговариваю? Вот я сама себя пытаюсь убедить, что да, и так нормально. Ну, что, зато естественно. Потом думаю, ну, если мне некомфортно, господи. И вот эта вот история принятия, это чуть-чуть из обратного. Это принятие, понимаете? Это вот про принятие хочу тоже рассказать. Почему-то многие думают, что принятие, это когда ты такой, а, да, жирная, страшная, сиськи висят, там, растяжки, зуб выпал, как бы. Ну, я себя принимаю и люблю такое, типа, да. Но как бы, но при этом, там, например, кто-то такой, ну, как я, да, раньше думала. Я такая, типа, ну, окей, как бы я себя принимаю, но я хочу себя делать лучше. В зале я могу сделать себя лучше, это естественно. Ну, а, типа, если я грудь не могу сделать естественно, значит, мне придется ее принять, как бы принимаю. Но принятие, это немножечко про другое, да, мы же в любом случае хотим совершенствоваться и меняться. И принять это больше вот про внутреннее, про глубокое. Когда мы принимаем то, что мы хотим меняться, что мы хотим быть лучше. Когда мы принимаем себя с разными состояниями, с разными эмоциями, с разными желаниями, да. Вот есть у меня желание пойти в зал, накачать попу. И мне, вот, мне это нравится, большая попа. Я принимаю свое такое желание, свое стремление быть с большой красивой попой. Принимаю и иду, и пашель, да. Потому что, потому что я принимаю свое такое стремление, понимаете, свою жажду быть вот с формами. То же самое про грудь. Я приняла, что мне уже в этом некомфортно. Вот это про другое, понимаете, чуть-чуть. Так. Ой, что-то случайно. Ой, прям случайно открылся вопрос. Но хотела бы я пить на холостячку. Сложно сказать. Может быть бы и хотела. Интересный был бы опыт. Но не факт, что меня туда возьмут. Женщины с тремя прицепами. Что там, как тому по мне говорят. Рожают дома, жрут плаценту, хранят трупы. В морозилках. Вообще дети дикие. Еще и рожают в прямом эфире, да. Такое бы они обычно говорят. И на телевизоре так и покажут. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим. Я, знаете, я никуда... У меня нету такого прям стремления вот прям куда-то пойти самой, чтобы это обязательно себе организовать. У меня такое, куда жизнь, знаете, куда ветерок дунет. И я почувствую, что мне туда хорошо. Я туда такая, окей, за ветерком. То есть я очень в потоке нахожусь. Я не люблю никуда гнаться и не люблю сломя голову. Не люблю вот прям планировать себе. Я такая думаю, я хочу. Если это мое, то как бы оно со мной будет. Я буду потихоньку стараться идти в том направлении. Так. Ты не выглядишь на 25. Знаете, что интересно? Вот мои люди знакомы. Даже, кстати, многие подписчики меня в жизни встречают. Говорят, ой, вы такая маленькая. Типа, блин, чего вам люди говорят? У меня даже бывало, у меня несколько случаев было. Даже, по-моему, в аэропорту, когда ко мне подходила девочка. Такая, блин, я не понимаю, чего он пишет, что вы выглядите старше. Вот такая девочка, типа симпатичная. Во-первых, я люблю яркие макияжи. Логично, что яркие макияжи добавляют возраста. А мне просто нравится, мне кайфово. Я так люблю себя. Ну, я люблю себя любой, но так мне кайфово, понимаете? Вот мне прям нравится делать макияж и нравится, как я выгляжу с макияжем. Поэтому я у себя делаю. И поэтому я выгляжу старше. Помимо того, у меня сейчас плюс 10 лишних килограмм веса. У меня выросли щечки. Когда мы поправляемся, вот то, что я для себя поняла, сделаю вывод, что женщин очень сильно старят, лишний вес, и еще к этому короткая прическа. Вот посмотрите на всех, там, учительниц в школах, там, да, ну, такие вот женщины в возрасте. А есть же женщины, которые, там, в 50-60, и они с волосами, с длинными, красивыми, как натуральными, да, и худенькие, и отлично, прекрасно выглядят. То есть, как бы... И когда мне пишут, что ты не выглядишь на 25, а на 35, у меня что-то такой внутренний вопрос, знаете, такой вопросик над головой, типа, какая принципиальная разница в возрасте между 25 и 35? То есть, типа, что меняется вот в женщине? То есть, типа, в 35 должны что-то, чем ты должна обзавестись? Морщинками, там, у тебя, там, обвисает лицо, или что происходит? То есть, в 35 женщины все красивые, молодые, у меня куча подружек. У меня есть подруга, которая 41, и она выглядит, блин, на 20, я не знаю, она офигенная. Ну, я не знаю, она просто молодая и красивая. То есть, я смотрю на свое окружение, которым, там, в 30-35, это молодые, прекрасные женщины. В чем вопрос? Ну, как бы, я уверена, что я в 35 буду выглядеть еще круче, и в 45 буду выглядеть классно. Даже не сомневайтесь во мне. Вот, поэтому я даже, ну, вот тут я не падаюсь. Я, знаете, есть вещи, которые... Хейт есть, которые я принимаю, которые не принимаю. Вот, то, что я поправилась, вот это мне больно, мне само это больно, поэтому я на него реагирую. Ну, типа, то, что болит, оно, конечно, за него задевает, у тебя это больно. Ну, как бы, так всегда. Вот если бы мне, например, сказали, что у меня некрасивые ресницы, я бы на это не отреагировала, потому что у меня хранена красивые ресницы, да, или мне сказали бы, что у меня некрасивые волосы, я бы тоже на это не отреагировала, потому что у меня красивые волосы. Вот точно так же и с возрастом. Меня вообще не парит, на какой возраст я выгляжу, я просто знаю, что я красивая, и какая разница, какой возраст. Главное, что не на 50, да. Да и в 50 тоже женщины прекрасны. женщина в любом возрасте. Прекрасно. Зачем я забирала диплом? Что я хочу делать? Я хочу развиваться и расти дальше. Но пока не скажу, потому что я не люблю заблаговременно рассказывать о своих грандиозных планах. Но будет... У меня это план такой... Знаете, план пятилетка. За пять лет я планирую нечто очень сильно масштабное. Так. Так. Смотрю еще вопросы. Удобно ли с брекетами? Нет. На свиданиях вообще особенно нельзя есть что-то с зеленью. И с орехами. И с кино. Потому что потом ты улыбаешься и такая тыры-дыры. У тебя здесь еще недельный запас еды. Это ужасно. Все застреет, вся еда. Ну как? Типа я уже привык ложить можно. Они периодически натирают. Периодически у меня появляются промежности между зубами, когда их снова там начинают куда-то там не смещать. Вот. И когда резинки неудобно, резинки тоже сильно натирают, ты сильно не можешь раскрыть рот. Ну как бы в принципе еда сотрет то самое неприятное. Постану нужно с собой носить носить зубные щетки и зубочистки. Так. Я сейчас еще буквально 5 минут и заканчиваю. Ты любишь Андрея, да? Я люблю Андрея. И он меня тоже любит. Так. Почему решила есть плаценту? Ребят, я уже так много об этом рассказывала на всех интервью. Я не ела плаценту. Как бы такого не было. Существует запатентованная японская технология, по которой плаценту, которая, да, женщина, которая урожает. Ее промывают, обрабатывают, отделяют там слои. Тот слой, в котором содержатся вот все вот эти витамины, да, и группы В, и железо, и так далее, его высушивают, сублимируют, перемалывают и капсулируют. Эта технология очень дорогая. Эта технология исследованная. То есть есть исследование, понимаете, да? Есть исследование, которые подтверждают составы капсулы, что они действительно просто потрясающие витамины. И к этому многие прибегают. Там, семья Кардашьян капсулировали, Том Круз. Я уже, честно, всех не вспомню, по-моему. Господи. Короче, я забыла. Все. В общем, очень многие знаменитости можете даже в гугле вбить. У меня даже есть на моем телеграм-канале об этом всем. Это многие делают. Просто почему-то люди что-то себе в голове представили, и у них какой-то образ, как будто я неадекватный. А сколько из вас покупает в магазинах или в аптеке плацентарную косметику или плацентарные препараты на основе плаценты? Куча медицинских препаратов делаются на основе плаценты. Вы знаете, что у многих частных или просто каких-то хороших роддомов договоры с клиниками, с лабораториями, и они ваши плаценты, тех, кто рожает, потом отдают в лаборатории, где из этих плацент делают ту же косметику или какие-то препараты, которые, блядь, вы потом покупаете и пишете мне, Сонька каннибал. А Сонька сделала то же самое, я просто никому не отдала свою плаценту, а сама для себя отдала ее, где ее закапсулировали. Я не ела свою плаценту, мне ее закапсулировали, я пила капсулы, и видите, я здорова, прекрасна, и все было чудесно. Я очень быстро восстановилась после родов, у меня было прекрасное ГВ, и все чудесно. Вспомните, как я выглядела летом, через полгода после родов оливки. Я была просто бомба-ракета. Так что, жизнь о плацентах, как я, и не парьтесь. На самом деле, на самом деле, я к этому настолько легко, типа, каждый делает, что хочет. Пускай, ты не знаю, если кто-то жрет говно, это его проблема, скажи, мне вообще так все равно, то есть, я вообще абсолютно не ссетую за то, что давайте, все есть плаценты, это так полезно. Типа, я для себя сделала вывод, что я бы хотела, да, закапсулировала, попробовала, почему нет, это мое решение. Я не кричу, что это там суперполезно, это всем надо делать, ничего не доказываю. Да, он кто-то пукает, я тоже бывает пукаю, ну, такие все люди. Вот, поэтому. Так. Как же Володя? Володя, что-то в последнее время не приходит. Сейчас пока у нас Андрей, Андрей заменил Володину. Почему ты такая ебанутая со своими имплантами? Вообще жесть. Вопрос, почему вы сидите в прямом эфире ебанутая, слушаете ее, еще и пишете ей вопросы. Вот тут вопросики, кто из нас? Что сейчас я больше всего люблю в себе? Свой внутренний свет. Я люблю себя изнутри. Я знаю, что я хороший человек. Я хороший, светлый, добрый человек. Я с добротой, и с ценностями, и я счастлива. Вот мне нравится, какая я внутри, а внутренняя отображается на внешнем. Внешне есть момент, есть щечки, есть попка пушистенькая, есть лишний вес, брекеты, блин, эти и так далее. Ну, как бы, все временно, все можно исправлять потихоньку. Поэтому вот так. Поэтому внутренне это первично. Благодарю вас. Очень много, кстати, хороших сообщений. Все читаю, благодарю вам. Мир зеркала. Вот что вы видите, то вас и наполняет. Это прекрасно. Как там говорится, счастливые люди хотят осчастливить, а больные обидеть, или как больные сделать больно. Ну, что-то такое. Вот оно так и есть. Как часто вспоминаешь Диму? Каждый день вспоминаю Диму. Практически каждый день. Нет, наверное, каждый день. Иногда по много раз в день. Готовалась ли я к родам? К самым первым готовилась. Самую первую беременность я читала. Я же почему блогером стала? Я столько читала. Блин, я не знаю, как у меня в голове вместилось столько информации. И Лейбо я читала. И Мишеля Одана всего перечитала. И, господи, как же ее... Я уже забыла. Ребенок от зачатия до года. Ну, короче, Сирсов. Я очень много читала. И грудного скарминга готовилась и ко всему. И всякие статьи. Помню, сайт сознательно. Я очень любила. О домашних родах, О естественных родах. Дул читала. То есть прям много. Много читала, много готовилась. И потом, первый раз родила, потом случился выкидыш незапланированный, в котором мне пришлось, знаете, разбираться в моменте, срочно. И выкидыш мне дал, наверное, такую очень сильную веру в свой организм, понимание природы женщины и вот просто уверенность. После него я как-то уже просто налегке уже почти ничего. Ресницы у меня не наклеены, у меня ресницы свои. Но если вам хочется думать, что они наклеены, пожалуйста. Можете думать так. Вот. Да, у меня свои ресницы. Просто длинные. Идем. Вот такие вот арканчики. Я еще хочу детей, но попозже. Благодарю. Буду ли я еще делать пластику? Вы знаете, я уже ни о чем не зарекаюсь. Я вообще просто не знаю. То есть как бы вот и сейчас пока что мне пластики достаточно, но я не знаю, может быть, захочется мне. Я посмотрю. Сейчас я верна, что я буду рожать только дома. Ну, я не знаю, что там может быть поменяться, произойти, как могут измениться обстоятельства и так далее. Сейчас я не знаю, что там я сейчас. Все еще против того, чтобы носить меха и так далее. Ну, я не могу зарекать. Просто понимаете, я уже настолько, меня жизнь потыкала носом, когда ты говоришь такое категорично. Нет, вот я только так, вот я только это правильно. Например, как я, например. Ну, такой чисто пример с няней. Когда у меня был один Дэвид. Ну, во-первых, я была очень сильно такая мамочка. Знаете, вот я же мать. Я как бы со своими какими-то психологическими травмами я очень сильно залипала именно на материнстве. И это был мой такой основной момент реализации. И вот в тех своих рамках и в тех своих убеждениях я искренне верила, что я ржала только для себя. Только я должна заниматься своим ребенком. Я одна и могу все справиться. И мне тогда не нужна была няня. Дэвид был один. Он прекрасный ребенок. Я с ним, я его на руках таскала везде. Не знаю, если вы вчерашнее мое видео увидели в сторис, где ему два года, а он уже разговаривает офигенно. То есть я с ним проводила очень много времени. Я его в одной руке держала, второй готовила, убирала, пылесосила, писала посты, читала. Периодически там вообще занималась то дома, то в зале. Еще и любила мужа. То есть я как бы, и мне не нужна была няня. Мне было хорошо. Я искренне в тех своих убеждениях не понимала необходимость няни. И отрицала необходимость. И говорила мне, ой, его не будет. Потому что тогда это были мои рамки. Тогда это было мое мировоззрение. Потом меняется жизнь. Потом муж тебе сильно не помогает. Ты рожаешь второго ребенка. На тебе, блин, так хера без обязанностей. У тебя растет доход. У тебя появляется еще бизнес. Тебе приходится делать уже гораздо больше. Второй ребенок не такой спокойный. Тебе просто жизнь засовывает в те обстоятельства, в которых тебе приходится вот эти свои рамки расширять. В которых тебе приходится менять чуть-чуть что-то, понимаете? Осознавая, что да, рожала для себя. Да, лучше бы, чтобы я занималась ребенком. Но, возможно, не стоит быть такой категоричной. И, возможно, мне очень тяжело давалось решение взять Наташу тогда на работу. Мне казалось, что я ужасная мать. Но я тогда это совмещала. То есть Наташа, придя, она не взяла там моих двух детей. Все, теперь я их воспитываю. Типа, ты там иди туси. Нет. Я все еще, вы же помните, я там с детьми везде ездила. Я брала Наташу только, например, там, чтобы она с Лолой посидела, пока мне зубы лечат, да, там, или в зал сходить. Но дети со мной даже в зал ходили. То есть я не стала меньше мамой от того, что я взяла себе помощь для того, чтобы жить. Это вопрос просто, вот как могут расширяться рамки, да. И точно так же, как я говорю, что я жила очень долго вот в этом вот своем тихом, спокойном уголку, где мне было хорошо. Ведь меня любил муж, я любила мужа, я любила детей. У меня все было. И мне не хотелось делать грудь, потому что мне казалось, что она изменит в моей жизни. А сейчас у меня есть другие обстоятельства. Или, например, раньше я тоже думала, я говорила Диме, говорю, Дим, если я буду весить больше 60 килограмм, просто пристрели меня. Я искренне считала, что все, кто вот там в большом весе, я так считала, потому что я так думала, я в это верила, понимаете. Это были мои убеждения, потому что так бывает. Я думала, что вообще как можно себя запустить, как можно вообще жить в таком лишнем весе, неужели тебе не некомфортно, неужели не хочется выглядеть лучше. То есть я, знаете, я не осуждала, но я не понимала. А теперь я в этом весе. И такая, блин. И, знаете, поняла всю боль женщин, когда они не в той форме, какой им хочется, когда они не могут из-за того, блин, порочного круга выбраться, когда они все перепробовали, а ничего не работает, когда больно, тяжело и плохо, когда смотришь на себя в зеркало и думаешь, блядь, кто это вообще жирная складка передо мной, когда рыдаешь в раздевалке в Дубай, потому что не влезла в джинсы своего размера, и стоишь просто рыдаешь, понимаете. Я это все прочувствовала. Я была тем человеком, который говорил, когда у меня не было какого-то финансового достатка, что вообще как можно покупать бренды? На хрена люди тратят такие деньги на какие-то бренды? Вообще какая-то сумка Луи Витон, там 60 тысяч, еще вообще что ли такие деньги тратить? Да я лучше эти деньги потрачу как-то по-другому. Я искренне не понимала, мне казалось, что это же, ну, зачем? А потом ты вырастаешь, и как бы жизнь такая, ну, меняется. Просто эта категоричность, она у всех присутствует, у всех. Просто не все ее ощущают. Кто-то так и живет за своих рамках и страдает, да. А кто-то просто об этом не трубит, блин, аудиторию в несколько миллионов, и они просто уже забывают, какие они там были в 20, в 16. Я тоже в 16 лет орала, что, блин, все трупоеды, и вообще как можно убивать животных, лучше бы половина населения сдохли и не мучили животных. Я реально так думала в 16 лет. Как бы мы все бываем категоричны, просто потом мы растем, что-то меняется, жизнь закидывает в другие обстоятельства, и тебе приходится просто насильно эти рамки расширять и менять мнение. И это неплохо, менять мнение. Это значит, что вы растете, это значит, что в вашей жизни что-то меняется, это значит, что вы позволяете себе быть другими, это значит, что вы позволяете себе расширять свой кругозор. Поэтому жизнь прекрасна, изменять мнение – это тоже прекрасно. Ну, другое дело, не совсем там где-то, да, в космосе летать, быть потерявшей по жизни, все равно иметь какие-то ценности, что ли, да, у меня все так же остались ценности здоровья, ценности красивого внешнего вида, ценность к миру, доброта, здоровое питание, да, то есть это все у меня осталось, материнство, естественных родов, чего там, как бы опоры, да, вот по Петрановской, деткам и так далее. Все ценности у меня есть, просто они расширились, немного где-то переформатировались, вот эти рамки такие ушли, поэтому вот так. Все, я думаю, что хватит, я тут уже много просидела, благодарю, что присутствовали на эфире, всех люблю, обнимаю, целую, всем желаю хорошего дня.